Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас всех на канале в саду Укарины. Сад находится на севере Московской области. Конец июня, можно сказать, что да, уже середина лета. Одни цветы отцветают, другие зацветают, и сейчас в саду уже цветут розы. Приглашаю вас на небольшую прогулку по саду. Посмотрим, какие розы цветут, что еще цветет. Приехала утром в сад, хочу убраться. После дождей, конечно же, на клумбах очень много сорняков. Где-то я уже немного прополола, где-то вообще все заросло. И, конечно же, надо покосить лужайку, газоны. Очень быстро все отрастает после дождей. Так что вначале мы с вами посмотрим сад без прикрас. А прекрасные, какие они будут в конце дня, конечно же, я вставлю в свой ролик. Общая площадь моего сада 15 соток. Декоративный сад 10. Сад прямоугольной формы, длинный прямоугольник. И клумбы тянутся на протяжении всего сада. Мы с вами начнем от ворот нашу прогулку и продвинемся в глубину сада. Это первая клумба. Сразу как заходишь влево. На этой клумбе и плетистые розы, и флорибунда. Плетистыми розами в этом сезоне похвастаться особо не могу. Большинство из них подмерзло, а некоторые совсем замерзли. Но на этой клумбе сейчас на заднем плане цветет лагуна. Цвет у лагуны очень яркий. Я бы сказала, ближе даже к фуксии в начале. Но потом потихонечку вот лепесточки меняют свою расцветку, становятся более бледные, ближе к розовому. В соцветиях всегда очень много бутонов, и цветки имеют легкий аромат. Слева от лагуны это Сент-Свизан. Ну, тоже не очень большой куст, потому что Сент-Свизан немного подмерз. Цветки нежные у Сент-Свизан, пудрового цвета, очень ароматные. Размеры цветков в этом сезоне у роз не соответствуют характеристике. Они не очень большие, потому что розы подмерзли. Буквально несколько дней тому назад был шквальный ветер. И поэтому как раз дельфиниум лежит на лагуне. Цветет розочка Айсфогель. Айсфогель это чайно-гибридная. Я вам сказала, что здесь все розы флорибунда. Нет, это так, я сгоряча. Здесь, конечно, не только флорибунда, есть и шрабы, в том числе и чайно-гибридная Айсфогель. Очень красивая роза. В начале распуска лепестки сиренево-розовые. И постепенно раскрываясь, середина цветка приобретает небольшой абрикосовый оттенок. Ну, так как было много дождей, вот дожди немного попортили лепестки по периферии. Но так вот, посмотрите, какой большой куст у Айсфогель. Несмотря на то, что это чайно-гибридная роза. В этом цветнике сейчас большей частью, конечно, цветут не розы, а наполнители. Цветет частец, он серебристого цвета. Вот пока что в пяти местах, но, наверное, я уменьшу, перенесу на другие клумбы. А на самый передний план я высадила... Ну, они, конечно, многолетники, там, где тепло, но у нас на севере это однолетники. Это вербена. Много кустов вербены и высадила синюю лобелию. Пропустила красавицу Арабеллу. В средней части этой клумбы цветет цельнолистный клематис Арабелла. Непрерывно цветущий клематис. Цветки сиренево-фиолетовые 7-8 сантиметров. И по мере старения они становятся бледно-синими. Относится к третьей группе обрезки, к сильной. На эту клумбу в прошлом сезоне я посадила гибридную герань Орион. В описании сказано было, что цветет весь сезон. Цветки крупные 5 сантиметров. Ну, и пока что вот герань начала цвести. В начале она росла вверх-вверх-вверх. Где-то, наверное, сантиметров 50 поднялась. Потом потихонечку начала ложиться вниз. И ее побеги стали очень длинными. Сейчас, наверное, уже сантиметров 70-80. И лежат в ногах у плетистых роз. На столбе подвязана нежно-розовая ню-дон. У ню-дон нежно-розовые цветки. Опять же, нежный аромат. По мере того, как у ню-дон цветок раскрывается, видна середина цветка, и лепестки становятся белого цвета. Флорентина в начале сезона, как только раскрыла, я думала, что она перезимовала хорошо. Но нет, и она тоже подмерзла. Это видно потому, как много цветов закладывается. Цветков у Флорентины заложилось мало. Значит, не хватило сил. Подмерзла. В этом сезоне у меня очень много цветков в горшках. Хотела вначале, дорогие друзья, просто пройти мимо, захватить в кадр и пойти дальше. Но вот остановлюсь немного и скажу, что сильно себя ругала за то, что я еще посадила много растений в горшке. Очень много фуксий, гераний. Просто прочеренковала свои и рассадила. Пока оставила перед лиственницей, перед елю не деформис. Здесь во второй половине дня, вот перед лиственницей и елю, не бывает солнца, так как эта сторона восточная. Когда розы цветут не одновременно, скажу честно, что это мне не нравится. И, конечно, клумба смотрится некрасиво. Именно вот так в этом сезоне мне со стороны, кажется, выглядят мои клумбы. Ну, что есть, то есть. На этой клумбе цветет нежная фарфоровая роза Мерхенцаубер. Она росла у меня в другом месте, невидном, и я перенесла ее сюда, ближе к лужайке. И вы знаете, вот роза почувствовала, что я ее перенесла на парадное место. И вот так чудесно она цветет. Это вот реальный цвет, какой он есть. Вот цвет не искажен. Именно вот так выглядит Мерхенцаубер в полном раскрытии. Этот цветочек только раскрылся. Цветки у Мерхенцаубер держатся 5-6 дней. Вот это вот самый первый. Как раз вот этому цветку уже 6 дней. Здесь же цветет роза Дэвида Остина Боскобель. Розово-абрикосовая. У Боскобель всегда очень много бутонов. Она полностью всегда усыпана цветками. Вот начало цветения. На этой клумбе вдоль забора у меня были пустоты. И вот в эти пустоты посадила два Смарагда. Пока клумба выглядит так. Но вот Аннабель, которую перед Смарагдом перенесу в середину между Смарагдами. И по всему вот переднему плану этой клумбы хочу посадить вот эту чудесную хосту. Название которой я не знаю. Мы с вами у уголка с английскими розами. Розами Дэвида Остина. На заднем плане у этих роз Дельфиниум Новозеландский Кобальт Дримс. Первая в ряду это Краун Принцесс Маргарет. Цветки у нее ярко-абрикосовые. По мере распуска становятся кремовые. И в конце распуска молочного цвета. Очень много всегда на Краун Принцесс Маргарет бутонов. Цветет она в основном соцветиями. Краун Принцесс Маргарет Тизинг Джорджия. Вот спереди уже базальные побеги с бутонами. Всегда усыпана шарами Болертон Олд Холл. Очень обильно цветущий сорт. Выглядит красочно. Цветки очень ароматные. Сладкий аромат Миры. Зимуют лучше всех. Нарастает точно так же куст очень быстро, мощно. Если сажаете в Болертон Олд Холл, нужно оставлять больше места, чем сказано в описании. Говорю уже это на своем опыте, потому что рядом с Болертон Олд Холл я посадила Эйшент Маринер. Высота Эйшент Маринер была указана 150. А у Болертон Олд Холл 170-180. Но я решила, что это не такая большая разница. Но вот пока что у меня Эйшент Маринер не дает базальные побеги высотой 150 сантиметров. А все розы посажены одновременно в 2017 году. Ну вот разница в кустах, она, дорогие друзья, видна. Вот Эйшент Маринер нарастает очень медленно. Цветет тоже, как и все розы Дэвида Остина, очень обильно. Красивые цветки розового цвета они в начале распуска, а по мере раскрывания приобретают небольшой лиловый оттенок. В конце ряда прекрасный Абрахам Дэрби. Посадила в позапрошлом году, но куст у меня еще не нарос. В прошлом году упустила время и не срезала. Впереди растущий Нюдон, а Нюдон дает очень много побегов. И Абрахам Дэрби получил очень мало солнечных лучей. Ну, а когда роза получает мало солнца, соответственно, мало питания, естественно, вот хороших базальных побегов не бывает. Но в этом году вокруг Абрахам Дэрби посмотрите, как свободно. Клейр Остин отодвинула, Нюдон сильно обрезала. На переднем плане английских роз это котовник. Но, как вы видите, не до конца идет он. Мне пришлось вот те кустики, которые перед Ancient Mariner и Wallerton обрезать. Был очень сильный ливень, уложил их на землю. И вот в этом месте они никак не хотели подниматься и мне пришлось срезать. А вот остальные кустики более-менее, как вы видите, не сильно лежат. Все-таки нашли силы и поднялись. Но вот буквально, наверное, еще дней 10 и эти оставшие кусты обрежу. Котовник очень благодарное растение. Обрезал, он тут же дает новые побеги и опять начинает цвести. последняя роза, которую я вам хочу показать, дорогие друзья, в нашей экскурсии, это плетистая жасмина. Но она только-только начинает распускать свои цветочки. Почему я ее показываю в завершении своего фильма? Это единственная плетистая роза, которая замечательно перезимовала. И это хорошо видно по ее размерам. Ширина куста 2 метра, да и высоту она уже 2 метра. Вот так много на ней бутонов. И буквально, наверное, неделька вся покроется цветками, и тогда я отдельно вам обязательно покажу жасмину. Хоть что-то красивое вам должна показать. Перед жасминой опять же цветет спирея Golden Flame слева и справа чудесная Фрабелли. Я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До новых встреч. Всегда вас рада видеть в моем саду. Пойду начну убираться и, конечно же, сделаю обязательно вставки. Всегда хочется свой сад показать ухоженным, чистым, красивым. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.